Вот эта справа, и почему она так расследуется? Почнемо с того, что одно злочинное угруппование, которое осуществлял Янукович, будучи президентом, изменилось другим злочинным угруппованием, которое осуществлял Порошенко. А тут все задают вопрос, когда нас закроют? Очень скоро. Я не могу не говорить неправду. И дело в том, что между этими двумя злочинными угруппованиями они переплелися и персонажами, и интересами. И поэтому российская агрессия никак не признается на юридичном уровне, что это агрессия России против Украины, и что Россия окупировала частину Донбасу, и что никак не террористы, не сепаратисты, а есть российские войска и коллаборанти российские, которые с российскими войсками. Но Порошенко этого не может признать. И если бы эта справа расследовалася, то, конечно, нужно было бы допитывать и высовывать и избежать от публичностей Януковича, которые остались в Украине. Например, Львочки. Первая человек рядом с президентом. Голова администрации. Голова администрации, через яку вся информация шла до президента и выходила от президента. Он бы много чего, если бы он сидел в Лукьяннице, или в СИЗО СБУ, то он бы много чего рассказал. Но, возможно, на это позволить пойти правоохранным органом Порошенко, когда перед выборами он вместе с Львочкиным ездил до Фирташа? Как организовать победу на выборах? Кто такой эфир? Кто такой эфир? Это Газпром. Это человек Кремля. И кто такой Львочки, мы тоже знаем. Поэтому все они... Домовленность была, что задовго до выборов президент Росии сказал, что А у нас будет достаточно серьезная фракция в Верховном Совете Украины. И она есть. Переформатировалась партия регионов в ОПО-блок и зашла при допомоге насамперед при сприянии нынешней влады, и, в частности, Порошенко, который полностью контролирует наши правоохранные органы. И наши правоохранные органы самостоятельно не дают согласно закону. Они дают на замовление и на обслуговование верховки криминального злочинного группирования, которое уколяло Порошенко. Вот где собака зарита. И эта игра... Вы понимаете? Мы что, не визнаем Россию агрессору? Чего вы знаете? Агрессор. Публительно выступает Порошенко и скрозь называет, что это агрессор. Юридично? Ни. И все... Угода про юридическое соприяние есть, вижу, в Украине и Россию. Есть, она действует, она не скасована. Угода про співпрацию СБУ с ФСБ. Не скасована, в она действует. И я вам хочу сказать, что, безусловно, часть замовлений ФСБ выполняет нашу СБУ. И это было показано на пересвитивании Корбана и Станислава Краснова. Это нашу СБУ выполняет замовление ФСБ. А эти игры навколо, что, не знал, если хотели, чтобы действительно притягнуть Януковича до ответственности, то нужно было вернуться до России, чтобы вы дали его. А не играть в эти игры. Но что может он сказать, когда он перейшел на сторону державы-агресора, и мы хотим, что, объективное свидетельство? Кому это нужно? Это нужно только для приаре и отволюкти. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 без погоджения с адміністрацией президента Порошенко? Если бы это было так, что она на свой рассуд это сделала, противоправную деятельность, то, конечно, она была притягнута до ответственности. У нас до сегодня не притягнута до ответственности. И это вам очевидные доказы про то, что я скажу из-за этого.